Здесь и зеленый, и красный, и канарейка, и баблгам. Действительно, вещь, которая говорит за вас без слов. Это базовая модель, она должна быть в гардеробе каждого человека. Хочется так вот закрыться и сказать, все, зиму я проведу вот так вот в одеялке. Видите, я сразу же затанцевала, все мне нравится, потому что я прям представляю, как оно в моих образах будет вписываться. Как бабушка мерзла, хочется мне, чтобы меня утеплили. Я зашла, и все упали, все умерли, все меня заметили. Все актуальные модели этого осеннего сезона. На что стоит обратить внимание, чтобы носить еще не один сезон и не задумываться о том, насколько то, что вы носите, отражает и ваш индивидуальный стиль, и соответствует современным модным тенденциям. Обо всем этом поговорим в данном ролике. И обратите внимание, все модели, кроме позиумных, о которых будет идти речь, залинкованный в инфобоксе, для того, чтобы вам было максимально удобно находить понравившуюся модель. Все ссылки кликабельны, переходите в первый закрепленный комментарий или в инфобокс. Ну а мы поехали. Глобальный тренд, который коснулся практически всех модных показов – это кожа. Ничего удивительного для осени. И здесь мы видим полное разнообразие. Кожаные пиджаки, бомберы, косухи, плащи и даже анораки. И обратите внимание, есть стилизации, когда мы видим просто одну кожную вещь, которая уже сама по себе делает образ достаточно интересным, сложным, не таким, как у всех, помогает выделить вас из толпы, но есть максимально сложные образы, такие как тотал кожа или кожа на кожу, как в показе Миу-Миу. Я хочу обратить ваше отдельное внимание на то, как на подиуме были представлены плащи. Вот вы просто посмотрите, здесь и рептилия, и красивые отвороты. Кстати, в прошлой коллекции Массимо Дути был похожий пиджак. У него внутренняя часть была белой, а внешняя – черный. И как это созвучно с подиумом? Посмотрите, один из тренчей – просто шоколад. Внутри сливки, так красиво, на контрасте, максимально подчеркивает то, что вы человек творческий, но в то же время вам важно оставаться на волне модных тенденций. Если мы посмотрим на косухи и бомберы, то здесь, опять же, мы увидим и удлиненные модели, и оверсайз-посадку, и такую, знаете, фит и укороченную, когда хочется показать «ммм, у меня роскошные длинные ноги», и при всем при этом я слежу за всеми модными тенденциями. Поэтому какую модель выбрать – пиджак, бомбер, анорак или длинный тренч? Здесь все зависит исключительно от вашего образа жизни и от того, что вы хотите рассказать. Вы хотите рассказать, что вы супермодная чекуля, или вы за классику, вы за статусность, вы подчеркиваете то, что вы уже всего достигли, и вам не нужны лишние слова и лишний шум. Вы хотите модель, которая будет в долгую, и которую не нужно будет обновлять каждый сезон. Кроме того, важным является то, как вы перемещаетесь. Например, одна история, если вы перемещаетесь на машине или на общественном транспорте, здесь скорее будут удобны укороченные модели. В то же время, то, насколько красивы длинные плащи в пол, никто не будет оспаривать. Но здесь встает вопрос, а вам будет удобно? Возьмем, например, маму в декрете. Сумка, ребенок, коляска, еще и тренч в пол. Удобно? Ну, зависит от вас. Поэтому прежде, чем выбрать ту или иную понравившуюся модель, особенно если мы будем с вами рассматривать модели из натуральной кожи, подумайте о вашем образе жизни и о той задаче, которую вы хотите закрыть конкретно этой моделью. Все-таки вещи из натуральной кожи – это не «идти купить чашку кофе». Меня зовут Светлана Макарова. Здесь мы говорим с вами про моду, красоту, саморазвитие, интересные, небанальные стилизации, которые подчеркивают вашу индивидуальность. Если мы будем говорить о том, а где же купить, то здесь я вас обрадую. Мы можем наконец-то перестать страдать, что нас покинуло ряд брендов. У нас есть свой ответ среди локальных дизайнеров. Причем он действительно клевый. Все бренды, про которые я буду сейчас говорить, имеют полное разнообразие кожных моделей. И косухи, и пиджаки классические, и пиджаки с винтажным эффектом, и плащи, и бомберы. Просто заходите, смотрите, что вам нравится. Я выбрала те модели, которые вот прям западают мне в сердечко. По центру модель косухи Юля Вейв. Моя любовь, моя личная косуха. Я ее ношу уже, по-моему, третий сезон. Бросаю ее везде, где ни попадя. Она у меня и в машине на заднем сиденье катается, и в общественном транспорте, и на съемки со мной ездит. Слушайте, это самая лучшая кожа. Она просто неубиваемая. Слева мы можем увидеть такой потертый, с мужского плеча, очень крутой пиджак. Это Карпов бренд. У него такие плащи. Девочки, господи, смотришь и знаешь, и понимаешь. Ни один сезон. Вот мне кажется, его можно купить и внукам передать. Он всегда будет вне трендов, всегда актуален. Ровно точно так же, как и этот пиджак. И справа я просто не могла не добавить. Вы посмотрите, бомбер насыщенного цвета, спелой черешни. С металлическими клепками. Какая посадка. Во сколько стилизацию может зайти. Сколько гардеробных задач вам закрыть. Такой, знаете, а-ля Селины Дислимана. Но, тем не менее, это тоже наш российский бренд Чукс. И это снова натуральная кожа. Переходим к плащам. Это моя новая любовь. Я в прошлом году впервые распробовала кожаный плащ. И в этом году у меня уже появился второй. Просто остановите меня, заберите мою карточку и не давайте мне покупать, потому что хочется снова. Смотрите, справа ярко-красный лаковый тренч. Я когда его примеряла, господи, я просто еле остановилась, чтобы не купить себе еще один. Вроде сейчас в Москве за окном плюс 21. В ближайшее время понимаем, что похолодает. Но когда у тебя уже есть несколько кожаных позиций, есть прочие осенние позиции. Вроде как ты думаешь, ну куда уже, куда. Но поверьте, если вам нужен кожаный плащ, который с одной стороны привлечет к вам максимальное количество внимания, а с другой стороны будет очень комфортным в носке, это ярко-красный лаковый тренч от Fashion Rebels. Обожаю. Вот если вы не знакомы с этим брендом, сходите просто в бутик ради собственного удовольствия. Там и одежда бренда. Сейчас появился еще и винтажный уголок. Там представлены украшения очень нишевых брендов. Нишевая парфюмерия, оптика. Просто, просто что-то потрясающее. Еще есть кофейня и приносят просекка и зефирочки. Кстати, можно ходить туда со своей второй половинкой. Там роскошные диваны, которые решают проблему того, что как долго тебя ждать. Еще пара бокалов просекка и ваша вторая половинка будет сама предлагать вам сходить в Fashion Rebels. Если мы спустимся чуть ниже по ценнику и будем говорить уже о моделях из эко-кожи. Кстати, этот красный плащ тоже из эко-кожи. То очень годная модель сейчас есть в лайн. Я ее сама примеряла. Такой жесткий, структурный пиджак. Вот знаете, я долго, я прям искала бирку, чтобы посмотреть, это кожа или эко. Потому что обычно эко видно на глаз. Здесь даже тактильно непонятно, это эко-кожа или это натуральная кожа. Вот прям тяжелая, хорошая модель, с хорошими потертостями, с правильным жестким плечом, максимально выверенной линией. Он прямой. Если вам необходимо приталить, берем ремень и приталиваем. Хотите более расслабленный образ, просто накинули поверх джинсы белый футболк и все, образ сложился. При этом весьма бюджетная цена. И для тех, кто не готов к красному лаковому плащу, я подобрала еще одну модель. Слева вы видите такого цвета хаки, болотный, сложный, достаточно природный, красивый осенний цвет. Это наша любименькая ушатава, причем посмотрите прямо на фотографии, клевая стилизация. Сам плащ, он такой мягкий, струящийся, максимально в пол, красивая выдержанная модель, с большим отложным воротником. И посмотрите, как здорово сам бренд нам предлагает его носить. Не с кепкой, не со шляпой, а с вязанным капором. Мало того, что это удобно, так это еще и максимально модно. Ну и внутри мы видим расслабленный серый такой монохромный образ, который, естественно, вытягивает силуэт, делает вас стройнее, моднее. То есть, вот для меня бренд ушатава и то, как они стилизуют свои модели, отдельный источник вдохновения. Заходите на сайт, если нет времени забежать в магазин, там нет таких красных диванов, как Fashion Rebels. Но, тем не менее, на сайте такие клевые идеи стилизации, что вы можете просто зайти и черпать вдохновение оттуда. Еще одна модель верхней одежды, которая традиционно у нас появляется и осенью, и весной, это, естественно, тренч. Честно, я очень люблю тренчи, особенно, когда они не банальные. Но при всем при том, сколько бы из каждого утюга не кричали, «Это базовая модель, она должна быть в гардеробе каждого человека!» Честное слово, я не очень понимаю, почему она должна быть в гардеробе каждого человека. Вот кожаный пиджак или косуха, в зависимости от образа жизни, да, закрывает максимальное количество потребностей, если вы живете в нашей широте. В то же время, если мы говорим про тренчи, это очень красиво. Но для меня они очень удобны и не очень понятны по температурному режиму. В то же время у меня, кажется, три или четыре тренча. Я их все ношу, но ношу так редко, что вот прям честное слово. Жалко, что мы живем, по крайней мере, я, что я живу не в более теплой широте. Но давайте посмотрим, что нам предлагает подиум. И на подиуме мы видим, как классические модели. Вы знаете, вот этот красивый camel оттенок. Опять же, посмотрите, максимально широкие лацканы, макси длина. Вот просто идет модель и роскошь. И вот прям так, почувствовали запах денег. Так и мы видим фантазийные тренчи. С каким-то орнаментом, лаком, принтом. И более того, уже забегая в весенний сезон, могу сказать, что там будет тренчи просто какое-то невероятное количество. И они будут и из органзы, и из шифона, и из сетки, прозрачные. В общем, все разнообразие. В самом правом углу мы можем с вами увидеть такой полупрозрачный сетчатый тренч. Достаточно жесткий, фактурный. Вот это была первая пасхалка, которая из осеннего сезона нам намекала, что а в летнем-то вы увидите полное разнообразие всех этих авангардных решений для тренча. Тем не менее, базовая модель, если хочется, она качует из сезона в сезон. Меняется только посадка. Иногда она становится чуть более свободной, иногда она становится чуть более приталенной по фигуре. Но тем не менее, классический, хороший, базовый тренч – это модель вне модных тенденций. Где купить базовый классный, я вам рассказывать не буду. Почему? Потому что вы это и сами найдете. Практически каждый бренд отшивает тот или иной вид тренча. Чуть более классический, чуть менее. А вот про интересные решения я вам обязательно расскажу. И здесь мы снова возвращаемся в бренд, о котором говорили. Чукс, не удивляйтесь, мы будем постоянно возвращаться к одним и тем же брендам. Почему? Потому что это те дизайнеры, которые мне действительно откликаются. Это те модели, на которые, на мой взгляд, стоит потратить деньги. Потому что, согласитесь, верхняя одежда – это инвестиция. А уж если делать инвестицию, то лучше в то, что обладает хорошим качеством, выверенным дизайном и будет носиться не один сезон. Поэтому Чукс смотрим. Казалось бы, просто базовый бежевый тренч. Ну, длина в пол. Ну, хорошо. Вместо лацканов – высокий воротник. Но, тем не менее, посмотрите, какое решение нам предлагает дизайнер. Сразу добавили Буа. Буа, который вносит нотку богемности. Сразу делает такое модное заявление, что вы не просто девушка в тренче, вы роскошная дива-богиня, которая очень четко знает себе цену и разбирается во всех модных течениях. Модель по центру, посмотрите, очень нетривиальная модель с нотками классического тренча, но, тем не менее, необычная за счет своего мятного цвета. Я честно не понимаю, почему эта модель на скидке. Это бренд Санчи. Они выпускают маленькими капсулками каждый сезон новую коллекцию. И у них было два таких тренча. Один в цвете масла и второй мятный. Посмотрите, как он свежий. Насколько он повышает градус нарядности образа, при этом оставаясь простым. Он не тянет внимание на себя, но при этом притягивает внимание к девушке, которая его надела. Если мы обратим внимание на фотографию, которая справа, то это бренд БАЦ. Я их просто обожаю, они сумасшедшие. Вот если вам нужна модель, которая выглядит очень нестандартно, с деконструкцией, с какими-то наворотами, с какими-то фишками, которых нет ни у кого, вам к нему. Фуксия. Летящие юбки с плессировкой с одной стороны. Прямые шлицы с другой стороны. Где-то что-то отрезано. Где-то что-то лишнее добавлено. Максимально необычный вайп. Знаете, немножко Amazon Marjola. Немножко Сесили Бансом. Все как-то в объединении. Это вот БАЦ. Вроде у них ДНК других модных домов, но они сплетаются настолько органично вместе, что этот бренд невозможно ни с кем перепутать. Это их собственное лицо. А теперь про пальто. И здесь у нас царит полное разнообразие. Длин. Фасонов. Цветов. Декора. Присутствуют как удлиненные, максимодели, так и укороченные. Очень удобные, особенно если вы перемещаетесь на машине. Обратите внимание, вернулась длина чуть ниже колена. Вот мы не так давно говорили, фу-фу-фу, это такой антитренд, уберите это из гардероба. Но эта длина снова вернулась. Она вернулась в другом исполнении. Пальто выглядит иначе, они более объемные. Даже когда у них приталенный силуэт, тем не менее у них расширенная линия плеча. Они не максимально облегают фигуру, они оставляют воздух, даже с учетом того, что внутрь под пальто будет надет, например, свитер. Посмотрите, какая стилизация была у Прада. Этот показ просто все уже зацитировали. Фото по центру в сером. Пальто как будто бы вы взяли у бати потаскать. И юбка, все в монохроме. То ли черный, то ли серый джемпер, который оттеняет всю эту серую тучку, и белые цветочки на юбке, которые перекликаются с белыми цветочками на туфлях. Просто настолько вкусный, с одной стороны, с другой стороны, интеллектуальный и простой образ. Вот мне кажется, его можно повторить достаточно просто, даже не забегая в пути к Прадо. И при этом, вот вы смотрите на него, можно сказать, что он будет через год не актуален? Нет, а через два? Да нет. Это просто какой-то свой особенный стиль и свой особенный шар. Если говорить про цвета, то опять же, кроме базовых цветов, царило все разнообразие палитры, причем в насыщенных, таких вкусных цветах. Здесь и зеленый, и красный, и канарейка, и баблгам. И очень часто на подиуме стилизация была выдержана монохромия. Ну, согласитесь, это красиво. Если говорить про длины, то три самые популярные. Про одну из них мы с вами поговорили. Длина чуть ниже колена. Вторая – это, естественно, макси в пол. Вот прям совсем макси. Так, чтобы подметать асфальт. Асфальт – очень красиво. Моя любимая длина. Как ее носить, не понимаю. Особенно, когда за окном начинается грязь, слякоть, синяк перемешанный с реагентами. Но очень красиво. И укороченные модели. Причем они разнообразные. Они есть пиджачного типа, они есть более спортивного типа. Есть косухи, которые выполнены из такой жесткой пальтовой ткани. И, опять же, все зависит от того, какой стиль вам больше нравится. И дизайнеры здесь нам говорят – выбирайте, подчеркивайте свою индивидуальность. Вернулись приталенные модели. Причем приталенные модели в совершенно разных формах. Есть и те, которые с жестким, выдержанным плечом, структурные. Есть и мягкие, не спадающие, со спущенным плечом, которые больше подчеркивают женственность. Больше говорят о том, что не стоит меня опасаться. Я вот мягкая, нежная, пушистая. Есть и максимально классичные модели. Роскошные. С линией плеча, которые прям на месте. Либо совсем чуть-чуть выведены за естественную линию плеч. По фигуре. Когда нет воздуха. Когда смотришь, складывается впечатление, что внутри максимум, что может поместиться, это какое-то легкое бельевое платье. Такие модели а-ля женщина-кошка. И в то же время, на фоне приталенных моделей, мы с вами видим появление отдельных вкраплений. Пальто-кокон, а-ля Крестобаль Балансиаго. И отдельного внимания заслуживает пальто-халаты, которые вдруг ворвались на подиум. То есть пальто-халаты как бы фоном всегда были. Это не что-то новое, универсальное. Вы скажете, да, Макс Марай всю жизнь делает. И будете правы. Но посмотрите, как бренд Зероу решил их стилизовать. Не просто пальто-халат. Они стали длины Макси. Даже экстремальный Макси. И они предлагают их стилизовать с таким же Макси-шарфом, но при этом используя контрастный цвет. Как максимально яркий контраст черного и белого, так и менее яркий контрастный сочетание, но тем не менее. Такой прием дает свежести давно известному пальто. При всем при этом отличает вас от той толпы людей, которые предпочитают на протяжении многих лет пальто-халат. Отдельное внимание. Я хочу, чтобы вы уделили пальто с акцентом по форме рукава. Я не могу сказать, долго ли продержится эта тенденция, быстро пойдет на спад. Мне кажется, все, что необычно, оно в принципе вне тренда. И то, что у нас сейчас появилась возможность носить пальто, у которых есть такие интересные конструктивные решения. И, кстати, у наших дизайнеров они тоже уже появились и в пальтовые группы, и в костюмы. Но мне кажется, это просто новая возможность посмотреть на свой гардероб с другого ракурса. Кроме того, крайне правая картинка. Это любимый Дарис Ван Тоттен. И здесь яркий пример того, что появились не просто классические варианты пальто, и не всем уже, хорошо, не всем, мне поднадоевший гипер-оверсайз с Макси длинной, который последние несколько сезонов царил на подиумах у всех дизайнеров практически. Я даже не могу вспомнить, наверное, только Виктория Беккер выделялась из этой линейки. Показывает все тренды в одном. Это и длина чуть ниже колен, и приталенный силуэт, и спущенное плечо, и необычный дизайн. Вот эта золотая краска, нанесенная поверх, казалось бы, обычного серого пальто, делает его настолько необычным и таким ярким заявлением о характере своей хозяйки, что действительно вещь, которая говорит о вас без слов. Если мы будем говорить о том, где купить у нас, смотрим слева направо. Первый бренд, аутименс, мы о нем раньше не говорили, но тем не менее, обратите внимание на их группу. Вот, кстати, именно у них в новой коллекции появился костюм с акцентом по форме плеча, приталенный и юбкой, а-ля Кристиан Димор. Очень эффектный, серый, шерсти прям. Если, тем не менее, мы поговорим про пальто, то увидим пиджачного типа, с жестким плечом, с хорошей длиной и хорошим составом. Когда я говорю про хороший состав, я имею в виду, что в нашей широте мы не рассматриваем пальто с содержанием шерсти ниже 80%. Я мерзну, мне нужно, чтобы пальто было темпленькое и под него еще помещалась какая-то одежда, кроме красивого белкового платья. Дальше это мое фото из примерочной и снова любимая Юлия Мэй. Вот здесь та длина, от которой у меня просто сердце начинает биться чаще. Но, тем не менее, пока я не очень хорошо понимаю, как ее носить, как я уже говорила в нашей широте. Опять же, пиджачный, типа классическое, серое, понятное, хорошее пальто, которое при этом является таким громким заявлением о том, что вы на гребне модных тенденций. Дальше два потрясающих цвета. Масло и канарейка. Одно из них уже, насколько я знаю, доступно в магазинах, а второе пока стоит еще пока на предзаказе. Но вот ничего не могу с собой сделать. Я когда смотрю на это объемное пальто с роскошным шарфом, перекинутым через плечо, я просто, я в каком-то восторге детском. Мне кажется, что это будет так тепло, так уютно. Да, вы скажете, непрактично, оно слишком светлое, но тем не менее, как приятно носить такое яркое, такое позитивное, такое согревающее пальто, когда за окном хмурая серая погода. И дальше я, естественно, не могла обойти стороной пальто в более спокойной, цветовой гамме, но при этом достаточно светлой. Смотрите, слева Вика Молдавская, это основательница бренда Чукс, и как она красиво носит в Париже, мне кажется, это Париж, если не ошибаюсь, светлое пальто с бахромой. У меня есть ярко-красное пальто от БАЦ с бахромой, и уж сколько ей пророчили, все, это будет анти-тренд, это не базовая модель, все на самом деле зависит от того, что для вас является базовой. Для меня красный очень базовый цвет. Я его вписываю в огромное количество образов и в осенний, и в зимний период. И бахрома, она наоборот, знаете, так добавляет нотку яркости в образы и какой-то такой интересной детали, которой иногда не хватает, а придумывать ее совсем не хочется. По центру мы видим потрясающее пальто из новой коллекции Робов Шоу. Но у Александра все прекрасное, он всегда максимально осведомлен о последних тенденциях, и здесь мы это видим. И хорошая длина, и приталенный силуэт, и при этом есть воздух между телом и пальто. И при этом спущенные линии плеча, но не бесформенные. Согласитесь, вроде оно и структурное, а с другой стороны достаточно приятное внешне. Согласитесь, с одной стороны оно достаточно структурное, а с другой стороны женственное и уютное. Ну и крайнее правое пальто, и это просто еще один разрыв сердечка. И самое главное, не так бьет по ценнику, как все остальные модели. Если я не ошибаюсь, порядка 35 тысяч стоит пальто из фремиальной линейки All We Knit, и мне кажется, надо брать. Есть длинная модель, вот в таком белом, ну знаете, наверное, этот цвет пломбир. Я в жизни его еще пока не видела, но что-то мне подсказывает, что это будет именно тот правильный оттенок белого, который освежает, который подчеркивает вашу внешность, а не наоборот. Вот знаете, как вот есть иногда такой у кипельно-белого с голубым подтоном эффект, не очень приятный, когда и цвет глаз подчеркивает, знаете, усталость, сосудики, и не идеальную белизну эмали. Вот у такого правильного белого оттенка нет всех этих недочетов. И более того, есть макси длина, как на фото, и есть укороченные, пиджачные типа пальто, которое можно носить сейчас, и я думаю, ну до первых морозов. И дальше успела забежать специально для вас и примерить новые модели из линейки Осен Тусом. Это вот один из тех брендов, который первым приходит в голову, когда спрашивают, где купить пальто. Осен Тусом. Или Усен Тусом, ну по-моему, Осен Тусом. В общем, простите, если я что-то не так прочитала. Самое клевое, на мой взгляд, для меня, то, чего не хватает мне в гардеробе, это укороченная модель. Она еще и с мехом, она еще и вот, девочки, понимаете, вот это вот боа сняли, накрутили, перекинули, и вроде как одна модель, она с мехом по одному играет, с перекинутым мехом по другому, с отстегнутым мехом по третьему. Видите, я сразу аж затанцевала, все мне нравится, потому что я прям представляю, как оно в моих образах будет вписываться. Следующее, такое жизнерадостного оттенка, но не канареечно-желтого, а все-таки более приглушенного, дорогого, кашенировое пальто, оно имеет тоже, знаете, такую необычную структуру, с одной стороны, оно вроде со спущенной линии плеча, чуть сужающаяся к низу, подчеркнута тали, но не так выражена, например, как в пальто у Рогов Шоп, при всем при этом, какая у нее ткань, вот эти тактильные ощущения, их просто невозможно передать, у него хочется вот так вот закрыться и сказать, все, зиму я проведу вот так, в одеялке. И дальше моя любовь, уже, по-моему, второй сезон, я на него смотрю, и единственное, что меня останавливает от покупки этого пальто, немножко тонковата ткань. Да, там, по-моему, в составе стопроцентной шерсти, если я не ошибаюсь. Жесткое, структурное, плотное, хорошего плетения, но мне прям хочется что-то потеплее, вот я вечно, я не знаю, я как бабушка, мерзну, хочется мне, чтобы меня утеплили. посмотрите на этот акцент по форме рукава. Это просто пальто заявления, вы выходите, вот если вам нужен эффект вау, я зашла, и все упали, все умерли, все меня заметили, при всем, при том, что оно темно-синее, за счет этого рукава вы точно никогда не останетесь незамечены, и точно будете всегда на виду, когда носите данную модель. И более классическая модель в красивом, шоколадном, понятном цвете, которую можно носить и поверх костюма, и поверх более расслабленных повседневных образов, приталенные, с жестким плечом, я бы сказала, наверное, модель вне времени, с очень понятной длиной, вроде это и достаточно длинное пальто, с другой стороны, это не экстремальная Макси, которая бьет всей своей красотой по грязному асфальту осенью. Знаете, для тех, кто за выверенную годами классику. Хороший состав, хороший цвет, понятный круг. И да, если вам было полезно, поставьте лайк, поделитесь с друзьями, подпишитесь на канал, чтобы показать нам, что вы хотите, чтобы мы снимали как можно больше видео для вас. Кстати, если вам интересен обзор более теплых моделей, уже на зимний сезон, дайте знать в комментариях. И там же сразу напишите, пожалуйста, что бы вам было интереснее. Обзор каких-то стилистических фишек, например, как обновить свой гардероб, при этом не потратив безумное количество денег. Обзор каких-то брендов, непосредственно, когда мы приходим и примеряем для вас. Стилизацию образов, вот что вы смотрите, чего бы вам хотелось. Нам хочется создавать для вас максимально полезный контент. Всем отличного дня и теплой осени!